Девушки отдыхают Как сообщают в следственном комитете, в тот вечер пара случайно встретилась на улице. Молодой человек был пьян, он проводил девушку домой и попытался поцеловать, но, получив отказ, разозлился. Тогда девушка закричала, и молодой человек ударил ее по лицу и переместил на расстояние около 20 метров от ее дома в заросле кустарника. Там он ей нанес множественные удары по телу, подобив ее волю к сопротивлению, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. С целью скрыть следы совершенного преступления злоумышленник задушил свою знакомую. Подозреваемый всячески пытался запутать следствие, но все же признался в убийстве. По результатам экспертизы его признали вменяемым. Дело направлено в суд, ему грозит пожизненное заключение. Вор-гастролер орудовал в двух районах Краснодара. После очередной кражи подозреваемый 32-летний житель Уфы и попался в руки полицейских. Злоумышленник пробрался в незапертую квартиру в юбилейном микрорайоне. Объектом алчности послужили документы и куртка. Кстати, похититель не придумал ничего лучше, как надеть ее и выйти на улицу. Благодаря чему его и удалось опознать и задержать. В настоящее время следствие располагает информацией о возможной причастности данного гражданина к совершению еще порядка 10 аналогичных краж, зарегистрированных на территории как юбилейного микрорайона, так и западного округа города Краснодара. Известно, что подозреваемый лишь месяц назад вышел из тюрьмы, не работал и жил где придется, пока мужчина задержан. А вора, который орудовал в Апширонске, задержали во время попытки избавиться от добычи. Из дома пенсионерки похитили бензопилу. Злоумышленник пробрался в жилище через окно. Кстати, хозяйка в это время мирно спала и ничего не слышала. Неизвестный не стал долго искать, чем поживиться. Забрал самое ценное, что попалось под руку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину, который на ближайшем рынке продавал схожую по приметам бензопилу. После того, как мужчина был доставлен в дежурную часть, он сознался в содеянном. 33-летний житель Апширонска совсем недавно освободился из тюрьмы. Теперь он может снова сесть на 6 лет. Накануне жильцам пятиэтажки в центре Краснодара пришлось покинуть свои квартиры. Людей эвакуировали из-за странной находки в подвале. Там обнаружили снаряд времен Великой Отечественной. Здание пришлось оцепить и на всякий случай отвезти жильцов на безопасное расстояние. Саперы изъяли снаряд и уничтожили в безлюдном месте. Как он попал в подвал, выясняют правоохранители. Две иномарки устроили ДТП на Тургенево и Дальний. Возмущение водителя белого кроссовера вполне логично. Он никак не ожидал резкой остановки. Однако и второй автомобилист затормозил не по своей воле, а из-за того, что попутный водитель внезапно его подрезал. Еще один необъяснимый маневр стоил водителям нескольких часов ожидания автоинспекторов. Зачем владелец отечественного авто вдруг смело нажал на педаль газа? Непонятно. На Уральской Старокубанской мини-грузовик притер попутное авто. Видимо, его водитель существенно недооценил габариты собственного транспорта. Выезд с кольца на красных партизан и Лукьяненко вышел неудачным. Зачем автомобилист внезапно тронулся? Учитывая наличие соседа слева и мощный поток машин с правой стороны, остается загадкой. Водитель этой иномарки буквально в рубашке родился. Несложно представить, во что могла бы превратиться его машина, если бы он вовремя не затормозил. Ночной лихач несся на красный свет. ДТП произошло на перекрестке Ставропольской переулка Стеклотарной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова